Всем привет, давайте начинать. Мы с вами сегодня будем говорить про новинки, про обновление палитры в акварели Рембрандт. Напомню вам, что Рембрандт это акварель профессиональной линейки нидерландского бренда Royal Tyrants. Этому же бренду принадлежит серия Van Gogh, например. До этого, ну вообще в принципе я думаю, что вы знакомы с акварелью Рембрандт. Если нет, можете пересмотреть на нашем YouTube-канале эфир-обзор, посвященный акварели Рембрандт. Мы подробно там разбирали все особенности этого бренда, их палитру. Скажу только вкратце то, что раньше палитру Рембрандт составляли 80 цветов. И это был очень классический бренд, который стремился, как и другие классические бренды, к прозрачности, к тонкому помолу. То есть почти все краски у них были прозрачные, у крылистых практически не было. Вплоть до того, что даже титановые белилы были полупрозрачные. В общем, все было довольно строго и классично. То есть никаких экспериментальных цветов, никаких экспериментальных пигментов. Вот, палитра 80 цветов, не такая большая, но основные какие-то цвета все были. То есть такой приятный, надежный, классический друг. Что же такое Рембрандт теперь? В 2019 году во Франкфурте они представили очень большое обновление палитры. То есть фактически она была переработана. И чтобы вы понимали, ну то есть она была переработана, ну конечно не на половину, но процентов на 40 точно. То есть что мы сейчас имеем? В новой палитре Рембрандт 120 цветов. Но это не то, чтобы они просто добавили 40 новых. Нет, все было не так. Из старой палитры несколько цветов убрали. Новых добавили примерно 47 или 48. Точно не помню. Ну соответственно вы понимаете, что там 7 или 8 цветов они убрали. И помимо этого 18 прошлых цветов были переработаны. Ну то есть они назвали это улучшенной формулой. Но некоторые цвета, вот когда я анализировала их к эфиру, они были переработаны настолько, что они как бы на самом деле просто новые. Ну то есть у каких-то переработанных цветов новое название, новый пигментный состав, новый оттенок. Но вот они назвали это именно импруфт. То есть не импруфт. То есть не как новый цвет. Но я в принципе понимаю, какой логикой они руководствовались, называя эти цвета улучшенными. И я вам расскажу подробнее об этом, когда мы будем их рассматривать. Положу, наверное, вот так, чтобы вы что-то видели. Вот. В общем, очень интересно. То есть даже там, где, казалось бы, цвета не новые, цвета переработаны, они на самом деле переработаны были довольно масштабно. И сегодня я буду рассказывать вот с нашей точки зрения то, что вижу я. При этом более подробно каких-то изменений. Хотя на таком вы можете спрашивать у амбассадоров бренда. У Royal Talents, в принципе, есть амбассадоры, которых вы все знаете. Конкретно за... Ну, конкретно Рембрандтом занимается Юлия Барминова. И, кстати, именно она приложила... Вложила свой вклад и сыграла большую роль вот в этом обновлении палитры. Поэтому, если какие-то вопросы останутся после эфира, можете попробовать задать их ей. Итак, что мы имеем? Давайте начнем, наверное, с цветов не с новых, а с тех самых улучшенных. Хочу только предупредить вас, что я выкрашивала эти цвета. С такой самодельной дот-карты, которую мы сделали и во Франкфурте. Поэтому цвета уже подсохли. И набирала я их с этой дот-карты не из тюбиков. Поэтому держим в голове тот факт, что из тюбиков какие-то цвета могут быть ярче, насыщеннее и немного отличаться. Вот здесь у меня вот импруфт. Выкрашенные цвета, которые они изменили, переработали. А на этой выкраске у меня старая палитра полностью, которая была до этого. Все 80 цветов. И мы с вами сейчас сравним, собственно, отличия. Вот. Также у меня есть небольшая такая брошюрка с новой палитрой Rembrandt. К сожалению, новый ColorChart я пока еще не нашла или не скачала. Но у меня есть вот такая информационная брошюра о новых цветах. Там, в принципе, написаны все составы. Поэтому мы будем ориентироваться на нее. И для сравнения у меня есть старый ColorChart и вот также брошюра с прошлой палитрой. Так что будем сравнивать. Будем сравнивать. Скажу вам честно, я не сидела, не сопоставляла каждый цвет вот на этих брошюрках. В том плане, чтобы понять, какие цвета они убрали. То есть некоторые цвета, которые были убраны, я заметила. Я вам их сегодня назову. Но вот цвет в цвет я их не сопоставляла. Поэтому, если вам очень критично узнать, какие же там 7 или 8 цветов из палитры исчезли, вот можете поиграть в детектива. Ну, во-первых, как видите, большой переработке подвергся спектр желтых и оранжевых оттенков. Причем это коснулось в первую очередь кадмиев. Если вы помните, что собой представляли желтый и оранжевый и, в общем-то, красные цвета у Rembrandt до этого. Мы имели какой-то оттенок кадмия, и в противопоставлении ему аналогичный оттенок какого-то органического происхождения. То есть, ну, органические пигменты, краски на замену для тех, кто не хочет использовать кадмии. И вот у нас были, палитра состояла из этих пар. То есть кадмии лимонный, и тут permanent lemon yellow. То есть кадмии yellow light, аза yellow light. Кадмии medium, аза medium. Кадмии deep, аза deep. И вот были эти пары. Соответственно, сейчас Rembrandt переработали в своей палитре два кадмия. И в пару к ним они переработали, то есть, несколько органических цветов, которые были. Убрали из палитры вот в этом спектре. Как раз цвета сократили количество. То есть у них была градация light, medium и deep. То есть светлый, средний, глубокий. Сейчас, насколько я это увидела, убрали градацию light. То есть светлый. И оставили какой-то вот средний вариант. Deep кое-где остался. Какие-то deep тоже убрали. Ну, то есть глубокие. Так, давайте посмотрим. Вот у нас был, например, cadmium yellow light и cadmium yellow medium. То есть светлый и средний. Сейчас остался просто cadmium yellow. И он ближе вот к среднему. Я сейчас вам покажу поближе. Так, я просто хочу посмотреть. Вот. И убрали cadmium yellow deep. То есть аза остался. Я вам его сейчас покажу. А cadmium этот убрали. В общем, смотрите. Переработан был cadmium lemon. Вот прошлый, вот новый. Честно скажу, вживую большой разницы. Между ними я не вижу. Разницы в оттенке я не вижу. Изменилось у них обозначение укрывистости. То есть они пишут, что cadmium lemon и прозрачный. Тогда как раньше он был полупрозрачный. Но не скажу, что он совсем прозрачный, как органика. Но он стал менее укрывистым, чем предыдущий. Это факт. То есть, возможно, через камеру это не видно. Вот ориентируйтесь на вертикальную полоску здесь. Ну, видите, что стал менее укрывистым. Так, теперь у нас аза yellow light, который идет ему в пару. Так, у меня здесь небольшие черные вот такие отпечатки в двух местах. Не обращайте на них внимания. Это вот с той стороны пропечатался маркер. Давайте посмотрим на medium. Не могу сказать, что medium сильно изменился. А, это аза yellow light. Простите, не medium. Не могу сказать, что здесь я прям вот смотрю и вижу какие-то большие изменения. Но, возможно, он стал менее теплым. То есть, вот, ближе к среднему. Так, ну и у нас есть cadmium yellow, который заменил собой cadmium yellow medium. Вот они, cadmium yellow и cadmium yellow medium. Это прошлый, это новый. Теперь он остался один. Нет, больше градации light cadmium, которая вот здесь была. И это такой довольно теплый, средний cadmium. Что интересно, здесь наоборот, он был полукрывистый, так же, как и лимонный. А они теперь пишут, что он укрывистый. Но я не могу сказать, вот, если честно, что он стал укрывистее, чем был. По мне, каким был, таким остался. Такое ощущение, как будто он, наоборот, стал еще чуть почище. И вот укрывистость, как будто она немножко другая. Дальше мы имеем azza yellow medium и azza yellow deep. Здесь прям изменения, они очевидны, потому что эти оттенки стали намного более оранжевыми. Например, azza yellow medium. Во-первых, у них полностью здесь изменился состав. Если вы видите, вот состав здесь желтый и оранжевый пигмент. Вот здесь краска однопигментная. И вот, кстати, во многих переработанных цветах они сократили количество пигментов в краске и переработали составы. Но вообще, на самом деле, они здесь использовали одни azza пигменты, а здесь взяли вообще другой. Вот. И он, естественно, намного более глубокий. То есть он похож на какую-то она светло-золотистую такую краску. А здесь это все-таки был желтый. При этом следующая градация, то есть это был medium. Но он похож на тот, что раньше был deep. И то он, мне кажется, еще более такой глубокий. А вот deep раньше был такой, как золотистый. А теперь deep стал прям оранжевый. Вот. То есть не как cadmi-оранжевый, но такой хороший уже средний оранжевый. Желтого практически не осталось. И тоже полностью сменился состав. Так что будьте внимательны. Вот что вы покупаете, новый тюбик или старый. А за yellow deep, а за yellow medium составы поменялись полностью. Если вы вдруг пользуетесь этими красками. Ну и, наверное, одна из самых интересных таких перемен. Это cadmi-оранжевый. Как бы вам их рядом поставить. Это cadmi-оранжевый из прошлой серии. Это cadmi-оранжевый современный. Они убрали из этой смеси желтый пигмент. Видите, здесь был PO-20, PO-35. Они убрали этот желтый пигмент. И теперь у них cadmi-оранжевый. Это однопигментный PO-20. И, если я не ошибаюсь, это первый европейский бренд. Именно европейский. Кто переработал свой cadmi-оранжевый именно на этот манер. Но я думаю, тут, конечно, сказывается влияние Юлии как раз. Потому что такое видение cadmi-оранжевого, оно характерно для России. То есть мы все с вами выросли на белых ночах. И на том самом нашем уникальном cadmi-оранжевом, который смешивается в серый, красивый, с синими цветами. И у нас с вами такое восприятие cadmi-оранжевого. Что он должен быть таким? Не так давно буквально мы об этом разговаривали с представителями другого европейского бренда. И они нам поведали, что в Европе восприятие cadmi-оранжевого, оно в принципе другое. То есть вот такой желтовато-оранжевый, это тот самый вот красивый cadmi-оранжевый, к которому они привыкли. И если вы посмотрите именно европейские бренды, то у них практически у всех cadmi-оранжевый, это что-то такое желто-оранжевое. Для них это нормально. То есть cadmi-оранжевого вот такого в европейских брендах нет. У них есть либо вот такой, но максимум в пару у них еще может быть cadmi-red-оранжевый, то есть красно-оранжевый, но он уже ближе к алым. А вот эта штука, это чисто наша невская палитра. Но еще у американских брендов что-то похожее. В общем, и естественно, все европейские cadmi-оранжевые, если вы решали заменить вдруг невскую палитру на европейские бренды, естественно, все эти европейские cadmi-оранжевые начинали смешиваться в ужасную зелень с синими цветами. И было очень сложно. То есть не было туп от невской палитры, были только киветы. А европейские все киветы, они не давали этого эффекта. И вот, собственно, сейчас Европа об этом знает, и Рембрандт уже переработали свой cadmi-оранжевый. То есть он теперь такой достаточно красноватый. Вот я единственное, что хочу сказать, что вот по мне он прям даже такой чуть-чуть уже красноватый, это насыщенный такой огненно-оранжевый, который мне больше напоминает даже не cadmi, а какой-то перенон оранжевый или что-то такое. Но я уверена, что зеленцу он давать с синим не будет точно. Мы, кстати, можем потом проверить и выкрасить его вместе с ультрамарином, но я в этом прям уверена, потому что, судя по переменам, это и была их цель. Ну и, соответственно, ему в пару, им пришлось изменить вот этот цвет, потому что он был такой же желто-оранжевый, как cadmi. Я уже рассказывала, что у Рембрандта была пара не органика-органика, и они вместо перманент оранжа сделали ему бриллиант оранж в пару, то есть тоже cadmi и органика. Ну и, соответственно, они назвали это тоже типа улучшением, то, что это не новый цвет, а то, что это улучшение, но на самом деле бриллиант оранж такого цвета вообще не было в палитре. То есть это абсолютно другой пигмент. Это оранжевый бензамид-азолон, а здесь были другие пигменты. То есть это вот пирол и там кто-то желтый, по-моему, это азопигмент. То есть формула полностью сменилась, сменилось полностью название, но они называли это улучшением. Но я так думаю, это потому, что они поставили его в пару cadmi. То есть это была как бы вынужденная перемена. Но я так понимаю, что вот этого цвета в палитре больше нет. Как и вот аза желтых, которые я перечисляла до этого. Такой вот момент. И давайте переходим к красным. С красными тоже такая штука. Насколько я помню, я сейчас уточню это в брошюре, они убрали вот эту, сократили градацию cadmi, они убрали light, medium и сделали из них один cadmi red. И по-моему остался deep. Так, вот cadmi red и cadmi red deep. Да, все правильно я говорю. Была раньше тоже градация cadmi red light, cadmi red medium и там дальше cadmi red deep. Deep остался, а вот light и medium превратились теперь в просто, вот light и medium превратились теперь просто в cadmi red. Сказать, кому он ближе по цвету, наверное, к medium. Ну и, собственно, по составу тоже. Потому что cadmi red light это была смесь cadmi красного с cadmi и оранжевым. То есть двухпигментная была краска, а medium это вот тот самый однопигментный. Красный cadmi. Что сказать по оттенку? Он также, судя по их обозначениям, стал менее укрывистым. Видите? Ну и, в принципе, это видно по полосе теста на укрывистость. По оттенку вот cadmi red, вот этот, я должна сказать, очень приятный оттенок, такой алый, чистый, красивый. То есть cadmi красный, он болеет тем, что он после высыхания очень часто тускнеет, но здесь получился очень красивый, такой приятный оттенок, который вот не потерял этого благородства после высыхания. Так что cadmi красный прям приятно порадовал. Так, и дальше у нас мы имеем permanent mother lake и carmin переделанные, но здесь, в принципе, никакого большого секрета нет. Они также поменяли составы, потому что раньше у них и permanent mother lake, и carmin, они были двухпигментными с добавлением фиолетового хинокридона, и, в принципе, они имели одинаковый состав, просто в разной пропорции. Вот видите, PR264. Так, сейчас я вспомню, что это за пигмент. Вот, забыла я. Так, секунду. Чтобы точно вам сказать. Так, PR264. А, перол. Все понятно. Это был перол и хинокридон. Так, а сейчас они сделали их, во-первых, из разных пигментов. То есть, так, вот они у меня. Как видите, теперь это обе краски однопигментные. И вот в carmin они оставили этот самый перол, который был PR264. А здесь в mother lake они взяли другой пигмент. Это 187. Это органический азопигмент, но другой. Теперь, как бы, mother lake и carmin, они чуть больше отличаются по оттенку. Они сделаны из разных пигментов. Во-первых, они стали однопигментными. Во-вторых, они стали разными. Потому что раньше это было просто вот две краски, смешанные из одних пигментов в разной пропорции. Что касается оттенков, вот, не могу сказать, что карминовая по оттенку сильно изменилась. Хотя из нее и убрали фиолетовый хинокридон. Вот, mother lake немножко изменился, конечно, потому что другой пигмент. Вот этот, мне кажется, немного похолоднее. Чуть-чуть такой более чистый, что ли, цвет. Еще одна очень интересная замена. Ну, как вы, наверное, помните, или как вы уже поняли, Rembrandt, в принципе, они использовали не так много разных пигментов. Но они очень грамотно составляли из того количества пигментов, которые они использовали, разные цвета. То есть у них были смесовые цвета пигмента в разных пропорциях. То есть из небольшого количества пигментов они сделали целую палитру. Сейчас они добавили просто кучу, я не знаю сколько, очень много новых пигментов в свою палитру. То есть они взяли там уже кучу всяких современных пигментов, новых, интересных. И это, конечно, полностью меняет подход бренда, его направление. Я думаю, мы еще об этом поговорим. Ну, давайте посмотрим даже на фиолетовый. Permanent Blue Violet, они тоже написали, что это... Они убрали слово permanent, потому что permanent — это светостойкий. А они взяли менее светостойкий пигмент. Соответственно, они были вынуждены убрать вот эту приписку permanent. Но раньше Blue Violet они составляли из фтало-синего и фиолетового хинокридона. То есть, серьезно, это был единственный фактически фиолетовый у бренда, и он был смесовый из тех пигментов, из которых вы можете смешать самостоятельно. В общем, это был очень спорный цвет. А сейчас они добавили в палитру фиолетовый диоксазин PV-23. Это хороший и очень популярный пигмент фиолетовый. Но, естественно, он обладает... Он не может сравниться с ним по светостойкости. Я так говорю, естественно, как будто это должно быть всем очевидно. Дело в том, что диоксазин фиолетовый считается таким умеренно надежным. То есть, он обладает не максимальной светостойкостью. Его всегда рекомендуется проверять на светостойкость самостоятельно. И почему его раньше не было в палитре? Потому что, как я уже сказала, Рембрандт были таким очень классическим брендом, и они избегали добавления в палитру хоть сколько-нибудь спорных пигментов, коим является диоксазин. Но сейчас вот у них новое время, новые веяния, и больше их это не смущает. Поэтому, если вы поклонники диоксазина, то вот теперь вы можете рассматривать его у Рембрандт. Что касается оттенка, оттенок получился хороший, на мой взгляд. Я просто люблю такие теплые фиолетовые. Очень часто диоксазин у брендов, он такой темный и клонит в синеву. Но здесь он прям фиолетовый-фиолетовый. Вот имейте в виду, то есть теперь Blue Violet это абсолютно другой цвет. Вот просто тотально другой цвет, не имеющий ничего, абсолютно ничего общего с прошлым цветом. Имейте это в виду, если вы им пользовались, или наоборот, если вы считали, что он странный, и не хотели им пользоваться, то вот можете теперь посмотреть. Что касается French Ultramarine. Вот сказали они, что они улучшили его формулу, но я вот честно не могу вам сказать, что я вижу между ним большую разницу. Что вот у меня такой глаз-алмаз, я смотрю и прям все, другой цвет. Что я могу сказать? Мне кажется, он стал почище. Я думаю, вы это видите даже через экран. То есть здесь он мне вот кажется, не знаю, каким-то как припыленным что ли. Но, в принципе, оттенок как бы не так, чтобы прям изменился. Возможно, это нужно смотреть... Сейчас этот грохот прекратится. Возможно, это нужно смотреть краску прямо из тюбика, но на выкраске понять сложно. Ну, единственное, что я вижу, как я уже сказала, это, мне кажется, он стал почище. И вот у Рембрандт на самом деле странное наименование ультрамарина в принципе. У них есть French Ultramarine и Ultramarine Deep. Как вы понимаете, Ultramarine это синий, который может склоняться либо в зеленую часть спектра, либо в красную. И вот обычно, если у производителя есть два Ultramarine, French Ultramarine склоняется в красную часть спектра. То есть это Ultramarine более фиолетовый. У Рембрандта наоборот. Вот. У них Ultramarine Deep, то есть глубокий Ultramarine склоняется в красную сторону, что, в общем-то, логично, потому что он Deep. Но, с другой стороны, второй Ultramarine они назвали French Ultramarine, и он как бы зеленый. Ну, в смысле, он синий, но если сравнивать два этих Ultramarine между собой, то этот более красный, а этот более зеленый. Почему его назвали French Ultramarine, для меня это загадка. Ну, вот я уже сказала, мне кажется, что он новый, и он почище, и он чуть менее зеленый, но все равно. Все равно они не поменяли вот эту концепцию. А давайте даже посмотрим, остался ли у них Ultramarine Deep. Может, они убрали его и решили, что теперь French Ultramarine будет фиолетовым. Ну, вот, вы знаете, вот здесь. Ну, хотя они же не писали, что они меняли Ultramarine Deep. Просто, допустим, у них в Color Chart на выкраске, мне кажется, что Ultramarine Deep зеленый, а French фиолетовый. Но тогда они должны были бы написать, что они и Deep поменяли. Я думаю, это просто нужно брать два тюбика, выкрашивать их рядом, сравнивать их со старой выкраской и смотреть, насколько все изменилось. Так сказать очень сложно. Так, едем дальше. Едем дальше. И у нас дальше Cyrolium Blue Ftala. Это тот самый Ftala Cyrolium, который на самом деле не Cyrolium. Вот, большая популярность этот цвет пользуется в линейке Van Gogh, а у Rembrandt он был другой. Если вы когда-нибудь пользовались Cyrolium от Van Gogh, да, это хоречки на заднем плане. Я надеюсь, что они не сильно мешают, но мне пришлось закрыть их в клетку, потому что они пытались унести штатив, и они протестуют против такого жеста. В общем, Cyrolium Blue Ftala, если вы пользовались когда-то Cyrolium от Van Gogh, то вы знаете, что он такой яркий, чистый, насыщенный, был с белилами. И, наверное, знаете, что Cyrolium от Rembrandt очень сильно от него отличался. Сейчас они изменили Cyrolium Blue Ftala у Rembrandt, и теперь он больше похож на то, что было у Van Gogh. То есть, если вы хотите похожий Cyrolium вот только из линейки Rembrandt, а не из линейки Van Gogh, вы можете присмотреться к обновленной формуле, в составе ничего не поменялось, но вот именно по цвету, по консистенции, по укрывистости, то есть он был прозрачный, стал полуукрывистый, он похож на Van Gogh, вот я вам его даже покажу, такой же вот он яркий, плотненький, полуукрывистый, разница большая. Далее. У нас в улучшенных Cobalt Turquoise Green. Идем в старый Color Chart и ищем, с чем он соотносится. Я проверяла по номерам. Так. По номерам он соотносится с краской Cobalt Green. По номерам он соотносится с краской Cobalt Green. И цвет тоже был переработан. Пигмент в составе остался один. Краска, как заявляет производитель, стала более прозрачной. Этот бунт я прям не могу. Забивает. В общем, краска стала более прозрачной, и краска стала более холодной. То есть, я думаю, это видно, в принципе, и на сравнении через экран. Здесь это был Cobalt более зеленый, этот Cobalt более бирюзовый. Ну, собственно, он и стал называться, был просто Cobalt Green, стал называться Cobalt Turquoise Green. Такой легкий Cobalt, в принципе, как и был. По насыщенности в Cobaltах у них ничего не изменилось. То есть они как были такими средне насыщенными, так и остались. Вот, просто он был прям зеленый-зеленый, и теперь такой прохладный бирюзовый интересный цвет, кстати, получился. Далее. Мы переходим на последний лист. Именно с улучшениями. Просто, чтобы вы понимали, в чем разница между новыми цветами. Потому что кое-где названия остались прежними, а в составе, ну, как бы, вообще другое. Вот, Gold, Золотая Охра. Gold Оука. Состав остался таким же. Прозрачность, как заявляет производитель, осталась такой же, но цвета, вы видите, они разные. Эта Охра стала, на мой взгляд, поплотнее и понасыщеннее. То есть здесь она была совсем легкая, совсем прозрачная. Вы видите растяжку. Вот, стала она, ну, такая посильнее, поплотнее, понасыщеннее. При этом пигмент тот же самый. Стала, мне кажется, чуть желтее. То есть здесь она была такая более светящаяся. Здесь цвет стал более приглушенный. То есть вот... Ну, я думаю, это была вынужденная мера. Если они хотели усилить насыщенность как-то цвета, то пришлось пожертвовать немножко вот этой прозрачностью и легкостью. Это выглядит потяжелее, но при этом она более насыщенная. Следующая замена, которая, наверное, лично у меня прям вызвала вопрос. Это Умбра. Они просто... Умбра сырая, сырую Умбру, они заменили на Умбру зеленоватую. То есть она теперь гринеш Умбра. Пигмент тот же самый, но, вы видите, изменился цвет. То есть новая Умбра стала более серой, вот как раз той самой зеленоватой. Не знаю, чем руководствовался производитель. Лично мне приятнее Умбра, которая была. Вот вы можете их сравнить. Но я не хочу делать какие-то вот выводы, потому что это... Ну, то, что думаю лично я, это не значит, что все художники со мной согласятся. То есть, возможно, они это сделали, потому что не хватало вот в палитре такого оттенка. Вот. Может быть, я задам вопрос тем, кто может об этом знать. Но тут уж на вкус и цвет. Просто была такая, стала такая. И дальше еще одна очень логичная замена. Это два черных цвета. Лампблэк и айвориблэк. Дело в том, что в старой палитре Рембрандт была какая-то просто очень странная вещь. Айвориблэк — это исторический костный черный, который делался раньше из бивней слонов, а затем, ну, сейчас делается из костей других животных. Вот. Ну, это айвориблэк, это название. И лампблэк — это ламповый черный, который делается из масляной сажи. И вот как бы... Лампблэк — это пигмент ПБК-6, а айвориблэк — это пигмент ПБК-9. И вот у них айвориблэк состоял из ламповой сажи, зато в ламповой саже, кроме нее, был еще костный черный. Очень много у меня было лично вопросов раньше крембрандт по этому поводу. И вот в переработке палитры они поставили все на свои места. Во-первых, оба черных стали однопигментными, они убрали смеси. И во-вторых, вот костный черный, он теперь из костей, а ламповый он теперь из сажи без добавления других пигментов. Что касается оттенков, они, естественно, поменялись. Но вот это, кстати, странно. Я понимаю, почему у них здесь был ПБК-9. Почему-то у них ПБК-9 делает черный теплым. То есть вот костный он был... Ну, костный в кавычках. Он был таким нейтрально-черным, а ламповый был потеплее. И это вообще логично, потому что айвори считается самым нейтральным черным, а ламповая сажа, она обычно такой черно-тепловатый. Но когда они взяли пигменты и поставили их на свои места, получилось наоборот. Сейчас айвори-блэк почему-то чуть теплее, а ламповая сажа почему-то холодный. Такой холодный-черный. Я не знаю, с чем это связано. Вот, ну, видимо, такой пигмент у них. Но просто имейте это в виду. Вот черный айвори, он такой нейтральный, может быть, чуть-чуть тепловатый, а ламповая сажа такой конкретный холодноватый черный. Но они оба стали однопигментными, и это уже хорошо. Так, это что касается цветов, которые были улучшены. 18 цветов, которые были переработаны. Если у вас есть по ним какие-то вопросы, задавайте. И будем двигаться дальше к новинкам. Вот, надеюсь, не утомило вас еще, потому что у нас еще целых два листа новинок. Вот, но по новинкам мы пойдем, пройдемся быстрее, потому что их не нужно ни с чем сопоставлять. Не нужно ковыряться, искать, что на что поменяли. Так, вы живы? Такая тишина в комментариях. Не утомили, очень интересно слушать. Хорошо. Так, ну что, давайте начнем потихонечку о новинках. В общем, что такое Рембрандт теперь? Как я уже сказала, они добавили в палитру очень много новых пигментов. То есть, помимо диоксазина, целая куча новых пигментов. Там и современные всякие бензамид-азолоны, и кто там еще из оранжевых, они добавили пирол. То есть, они довольно сильно расширили пигменты, которые они используют. Они отказались от многих смесей, от вот этой игры из пигментов. Давайте из двух пигментов сделаем четыре разных краски. Так что бренд стал, как бы краски бренда, они стали более разнообразными. Ну и они расширили, в принципе, свою гамму. Желтая охра, нет, не поменялась. Но, во всяком случае, по брошюрам она осталась такой же самой. Поменялась охра золотая. Теперь Рембрандт не боится где-то укрывистости. Рембрандт не боится использовать пигменты средней надежности. И Рембрандт не боится каких-то современных трендов. Что мы получили в новых цветах? Даже глядя на лист, вы видите сильное расширение розового спектра. То есть, очень много розовых цветов. Вот именно вот эти красноватые, розовые, маджентовые. Давайте посмотрим, почему. Ну, потому что их не было. Был вот розовый хинокридон. И все, дальше уже пошли прям такие более глубокие. И больше ничего нету. Очень сильно они добавили хинокридон в палитру. То есть, это вот квинокридон. Квинокридон Red. Квинокридон Rose Reddish. Квинокридон Rose Magento. Это квинокридон Red Violet. Квинокридон Purple Bluish. И кроме хинокридонов, добавили другие цвета. То есть, вот здесь есть нафтол. Есть розовое с белилами. Да, кстати, вот Рембрандт добавили несколько цветов с белилами. Это роз, розовое с белилами. Это лавандовый. Тот самый популярный цвет, который был вот на пике популярности в прошлом году точно. И, собственно, сами белила. Сделали, так и назвали его Apec White. То есть, укрывистый белый. Ну, я не скажу, что он прям капец укрывистый, но достаточно. Во всяком случае, он укрывистее существенно, чем то, что было. Так, почему-то я его написала здесь как Cadmy. Не смотрите здесь на пигментный состав. Это титановая белила. Какая я смешная. Так, давайте я проверю, что я у остальных красок пигменты те же нужные написала. Так, Apec White, Pw6, Transparent, Yellow, Medium. Да, все правильно. То есть, это вот только здесь. Можно я это сразу поправлю. Мой перфекционизм не дает мне покоя смотреть на это равнодушно. Pw6. Добавили вот эти самые белила титановые. Потому что раньше у Рембрандт... Давайте я вам их найду. Белила выглядели вот так. Вот тут выкрашены белила. Это не пустые ячейки. Но видите, что они очень прозрачные. Даже титановые белила, они были, ну, капец прозрачные. Вот. По сравнению с прошлыми, новые действительно укрывистее. Но я не скажу, что прям такие укрывистые, как у некоторых других брендов. Потому что если вам нужны именно очень укрывистые белила, это, наверное, все-таки не Рембрандт. И сделали они такой оттенок. Назвали его Titanium Buff. Но тут очень, конечно, интересный финт ушами. Потому что Рембрандт убрали одни странные цвета. И надо было, наверное, добавить другой странный цвет. Титаниум Buff у них представляет собой титановые белила с добавлением коричневой земли. П-Браун 7. Что такое Титаниум Buff? Это такой белый, сероватый, песочный оттенок. Вот приятный оттенок получился прям точь-в-точь. Я пока не начала выписывать состав. Я даже не заметила подвоха. То есть это действительно вот точь-в-точь, как настоящий Titanium Buff. Только фишка в том, что настоящий Titanium Buff — это пигмент. Это титановые белила, только их модификация. PW6.1. В Titanium Buff нету добавления коричневой земли. Не знаю, почему Rembrandt решили сделать именно так. Возможно, сложности вот именно с поставкой еще одного пигмента, там только ради этой краски. Потому что и PW6, и PW7 уже есть в их палитре. Вот, соответственно, им ничего не нужно было добавлять. Оставалось только смешать. Но вот почему-то они сделали так. Я не буду говорить, что это плохо или что это хорошо. Просто знайте, что это не то же самое, что Titanium Buff других брендов. Там, где он однопигментный. Но цвет получился красивый. И вот так по поведению, как я уже сказала, пока я не выписала состав, я даже не поняла, что это не тот Titanium Buff. Это что касается цветов с белилами. Еще один интересный цвет как бы с белилами. Вот это желтый. Он называется прозрачный, желтый, средний. Прозрачный. Но почему-то в его составе указаны титановые белила. Причем он реально прозрачный. И мне вообще непонятно, что в нем есть белила. То есть у меня вот как бы к этому скорее больше вопросов. А ответов у меня на эти вопросы для вас нет. Цвет абсолютно чистый. Вот я вам показываю. Абсолютно чистый, абсолютно прозрачный. Но как будто бы в его составе есть белила. Я думала, не опечатка ли это. Но я думаю, что это все-таки не опечатка. Возможно, они добавлены в каком-то там минимальном количестве, чтобы просто уплотнить цвет чуть-чуть. Такое может быть. Вот. Вопрос просто в количестве. Но не думайте, что это белильный цвет. Совсем нет. То есть вот, если бы я прочитала состав на сайте, я бы решила, ну, белильный. И вот, ну, как бы сделала определенные выводы. Но нет. Он не зря называется прозрачный. Он реально прозрачный. Дальше я уже сказала. Они расширили линейку оранжевых. Опять же, просто потому что оранжевых не было. Был Cadmi и был вот этот Permanent Orange. И оба они были двухпигментные. В общем, выбирать было не из чего. Сейчас, помимо того, что они поменяли Cadmi на однопигментный, помимо того, что Permanent они заменили Brilliant Orange однопигментным, они добавили еще оранжевый бензамид-азолон и оранжевый пирол. И причем вот тут, конечно, хочется прям пожать Рембрандт руку, ну, в смысле, бренду. Художнику, конечно, тоже можно было бы, но я говорю именно про бренд. Пожать им руку за то, что они использовали настоящее название пигментов. То есть, особенно, вот, производители очень не любят слово бензамид-азолон. Наверное, потому что они считают, что для художников оно слишком сложное. Но многие цвета вот здесь Рембрандт назвали так, как называются сами пигменты. То есть у нас вот здесь бензамид-азолон оранж. У нас здесь оранжевый пирол, но пирол, ладно, пирол это встречается. Здесь у нас перелен. Хорошо, ладно, перелен тоже встречается. Сейчас найду, вот, бензамид-азолон оранж и азаметин грин-ъелу. Я прям улыбалась, когда вчера это выписывала, потому что азаметин всегда называют либо грин-голд, либо грин-иш-ъелу, либо елувиш-грин, как-то так. Вот, они назвали его азаметином, так как он есть. Но вернемся пока к оранжевым. Вот этот бензамид-азолон оранжевый, он по оттенку как раз заменит страждущим такой желтовато-оранжевый, который они убрали. Только теперь он однопигментный. А оранжевый пирол это такой насыщенный, очень приятный, средне-оранжевый, вот. Сложно мне описывать этот цвет, он как бы такой, знаете, светящийся, но при этом не кричащий, яркий, а такой немножко землистый. Я очень люблю такие оранжевые. Вот, приятный, приятный прозрачный цвет. Добавили два красных перелена, что интересно, потому что не у многих брендов перелены именно красные представлены. С другой стороны, интересно, если они добавили красный перелен, почему, например, не добавили перелен фиолетовый или мов, или черный перелен, очень красиво. Но, возможно, в будущем все-таки у нас на этом история рембранд не заканчивается. Я думаю, они будут дальше работать на своей палитре. Но это вот им такое задело будущее. Как я уже сказала, добавили несколько хинокридонов. Вот. Лавандовый. Тут я не могу прям что-то конкретное по этим розовым сказать, но хинокридоны — это и есть хинокридоны. То есть вот такой хинокридон тоже очень приятный. Мало у кого есть вот этот оттенок. Он такой очень светлый, но очень интересный розовый. Прям как у нас этот лососевый цвет называется, я не знаю. Оно вот примерно похоже и очень приятный цвет. Светлый такой хинокридончик. Так, едем далее. Добавили настоящий марганцевый фиолетовый. Марганцевые пигменты, вот они, мне кажется, немножко теряют свою популярность сейчас. Но интересно, что добавили. Добавили потому, что у них, у Рембрандт, фиолетовых выборов особо не было. Мы уже договорились, поговорили об этом с вами, когда обсуждали диоксозин. Ну, они добавили еще один фиолетовый для того, чтобы у художников был выбор. И добавили еще такой, как бордовый, фиолетово-бордовый такой хинокридон. Тоже, в принципе, можно как фиолетовый использовать. Ну, сделали лавандовый. Цвет тоже, я уверена, что с легкой руки Юли. Которые любят этот цвет. Так что для поклонников лавандового теперь также можете искать его у Рембрандт. И обновили немножко линейку ковальтов цирулиумов. Они добавили еще два цирулиума. Один blue greenish, другой blue deep. Цветопередача, конечно, у меня хромает. Вот этот он такой голубой. А вот этот он больше бирюзовый. Бирюзовый, но такой глубокий. И они добавили тот самый кобальт тюркуаз. Вот этот яркий, чистый бирюзовый кобальт. Только он сделан на пигменте PB28. То есть это обычный кобальт синий. Обычно такой цвет делается на пигменте PG50. На титановом кобальте. То есть PG50 он содержит в себе титан. И поэтому, как титановый белил, он такой более укрывистый, белесенький. И вот честно понятия не имею, как им удалось добиться этого эффекта с кобальтом 28. Но при этом он выглядит вот таким же насыщенным, чистым, бирюзовым, светлым, белесеньким. Он, в общем, классный и не сильно укрывистый цвет. Вот. Добавили зеленый втало. Часто и втало... Да, у многих есть на PB28, я знаю, но не получается с PB28 добиться вот этой бирюзовости. У них получилось. То есть он часто такой все-таки синеватый. И он сильно отличается от PG50. Здесь реально... Я пока, опять же, не выписала состав. Я была уверена, что это PG50. Зеленый втало добавили. Есть два зеленых втала, популярный PG7. И менее популярный его собрат PG36. Вот. Это такой желтоватый, сочный зеленый втало. Зачем он нужен в их палитре? Затем, что у них зеленых много, а однопигментных как бы... Ну, толку мало. То есть все вот эти цвета, они были смесовые. И теплого однопигментного зеленого его не было. То есть и САП, это смесь, и вот эти, и эти. Это все смеси с желтыми. И поэтому они очень кстати добавили этот пигмент. То есть это такой зеленый будет потеплее. Но при этом это однопигментный втало. Да, Невская добавили, новый как раз. И вот Азаметин уже, о котором я говорила, ну, это прям must-have. И, естественно, неудивительно, что они добавили его в палитру. Это очень популярный сейчас зеленый. Вот. И мы и сами его продвигаем. Мы очень любим всей душой. Здорово, что Рембрандт его добавили в палитру. Добавили оранжевый хинокридон. Не тот, который перестали выпускать. Оранжевых хинокридонов у нас два. ПО-49, ПО-48. Точнее, было два. ПО-49 больше не выпускают. И вот Рембрандт решили добавить в свою палитру ПО-48. Не могу сказать, что этот цвет у них получился прям удачным. В том плане, что именно с точки зрения оранжевого хинокридона. Сам цвет красивый, приятный и напоминает мне красивую красную охру. То есть он такой прозрачный, приятный, землистый, красноватый. Но на оранжевый хинокридон не похоже. Добавили умбру. Транспарент оксид умбра. Землистый цвет, смесовый, сложный. Тут вам и земля, оксиды два. Желтый, красный. И еще черный ПБК-11. Я думаю, они просто расширяли спектр своих земель. Потому что земель и с оксидом тоже. Потому что землистых цветов у них вообще мало. И как раз таки в тему оранжевого хинокридона у них, собственно, и не было вот этого оттенка. У них нет такой красной охры, к которой мы привыкли. Вот оранжевый хинокридон очень хорошо встает на ее место. Так, и еще по новинкам. Они добавили серую шпинель. Но у меня нет этого цвета. Это единственный цвет из новинок, который я не выкрасила. Поэтому не могу его никак прокомментировать. Добавили Davis Grey. И добавили черный оксид. Но черный оксид это тоже сейчас такой... Он на пике популярности, и поэтому неудивительно, что они его добавили. Это один из самых популярных черных сейчас, который вот как бы дает ту самую грануляцию. Во французском PBL есть, называется Yellow Green. Это вы о чем, Yellow Green? Если вы про PG-36, то это общеиспользуемый фтал. Его просто не было у Рембрандта. И вот на этом классическое расширение палитры мы закончили. И дальше пошли краски со спецэффектами. Как я уже сказала, Рембрандт, они раньше были таким брендом крайне классическим. И сейчас они от этого отходят. И они добавили несколько серий со спецэффектами. Spark, Chameleon, Interference, Metallic и Dusk. В принципе, похоже на те обновления, которые были у Ван Гога в прошлом году. Или сколько там, два года назад, осенью, по-моему, 17-го было это. Dusk'и отличаются ли от вангоговских? Тут я вам должна сказать, что мы не тестировали новый Ван Гог. Вот. Мы... В свое время, когда он только вышел, мы не смогли достать новинки. А сейчас это уже не особо актуально. Поэтому я не могу вам сказать, отличается ли Dusk'и от Ван Гога. Ну, а давайте поговорим о том, что есть у Рембрандт. Вот, собственно, Dusk Yellow, Dusk Pink и Dusk Green. То есть это вот те самые цвета, тоже с черным оксидом железа, имеющие грануляцию, распадающиеся на оттенки. Дальше серия Metallic. Ну, то есть это просто вот цвета такого металлического оттенка. Серебряный, золотой, медный и графит. Здесь вот с точки зрения классической акварели, мне, например, интересен графит, потому что его хорошо видно на белом листе. То есть он такой серо-черный, но при этом имеет металлический оттенок. Мне кажется, это очень выгодно. Можно использовать в акварели в написании каких-то фактур. Может даже тех же металлов добавлять, что-то такое. Интересный цвет. Ну и медный тоже ярко выглядит на белом. А вот, как видите, другие цвета, вот и в принципе, как все блестяшки, они лучше показывают себя на черном. То есть когда они будут перекрывать какой-то цвет другой, они будут проявлять свой характер. Ну вот тут, что касается металлика. Дальше серия Интерферентные. Интерферентные, они отличаются тем, что пока вы на них смотрите под одним углом, они как бы просто все одинаковые. А потом при изменении освещения преломляется свет, и мы видим другой цвет. То есть вы видите, что вот тут они все белые, а здесь мы смотрим, вот, пожалуйста, белый, синий, фиолетовый и зеленый. То есть вот краска, и вот на черном. Я специально добавляю здесь черную полосу, чтобы можно было сравнить. Так, у нас осталось с вами полторы минуты. Если у вас есть вопросы, задавайте их сейчас. Я посмотрю, если вопросы будут, то я перезайду на вторую часть, и мы, ну, и на них отвечу. Если нет, то вот я как раз вам покажу сейчас два цвета, два, две линейки еще, и мы закончим. Скажите, нужна ли вторая часть? Ну, какое-то послесловие, вот, хотите, в принципе, в целом обсудить палитру. Так, это интерферентные, но они имеют такой однородный блеск примерно. Цвета хамелеон, они уже блестят более крупными блестками. Тоже, видите, отличаются. И хамелеоны получились очень интересные. Так, хорошо, да, давайте я тогда сейчас перезайду, чтобы уже не ждать, пока связь оборвется. Вот, сейчас перезайду и обсудим конец. Ну что, мы с вами остановились на хамелеонах. У серии хамелеон и у серии спарк блестяшки уже намного более крупные, то есть прям видны отдельные частички, причем крупнее всего, наверное, у серии хамелеон. Вот, вы видите, потому что интерферентные по сравнению с ними ложатся таким более равномерным слоем, просто глянцевым. И хамелеон, они интересны чем? Они не просто имеют какой-то цвет при вот изменении освещения, а этот цвет при изменении угла освещения, он меняется. Вот даже вот тут вы видите, здесь как бы золотистый и приходит в такой красно-фиолетовый. Вот здесь начинается такой красно-фиолетовый и приходит в синий. Здесь вот начинается с фиолетового и переходит в зеленый. Здесь мне сложно поймать вот это освещение, но он такой здесь синеватый и становится больше золотым. То есть вот если неравномерно их подсвечивать, если угол падения света разный, то понимаете, что блестки, они имеют разный оттенок. Вот даже сейчас я делаю, так можете увидеть. То есть одни становятся то более синим, то более розовым. Здесь то желтый, то розовый. Здесь меняется зеленый, голубой, фиолетовый. Вот здесь золотой и вплоть до такого зелено-голубого. Вот это серия хамелеон. Серия спарк такими чудесами не обладает, но они просто искрящиеся и блестящие. И вот здесь есть розовый, есть фиолетовый, синий и зеленый. То есть, в общем, это просто блестяшки. Свой цвет они не меняют, но блестят красиво. Вот это блестящие, что касается блестящей акварели. Вот мы поговорили об этих сериях. Даск, Металлик, Интерференс, Хамелеон и Спарк. И, в общем-то, на этом все. То есть, вот оно, обновление палитры. Это перед вами новые цвета. Это цвета с измененной формулой. Вот такой теперь у нас новый Рембрандт. Надо бы сделать полную выкраску теперь снова. Новую. Вот как здесь. Только новые палитры, чтобы все это иметь перед глазами, чтобы иметь полное представление. Потому что так сложно анализировать, когда половина цветов она как бы отсюда, а половина цветов она отсюда. То есть, я думаю, теперь вы сами видите, что переработка палитры, она была очень масштабная. Как я уже сказала, изменились многие цвета. То есть, многие старые изменились. Причем полностью. Вот, добавили довольно много новых. Поменяли, в принципе, концепцию бренда. То есть, если раньше это была классика максимально надежные пигменты, пусть их не так много, мы сделаем из них хорошие смесовые цвета. Сейчас не так. То есть, сейчас какие-то и экспериментальные серии появились. Появилось много новых пигментов. Многие многопигментные краски стали однопигментными. Вот такие изменения. Можно ли где-то достать брошюру, которую я листала? Честно, я не знаю. Потому что я ее привезла из Франкфурта. Но я думаю, что у них на сайте либо уже, либо в скором времени появится вся эта информация, появятся новые колорчарты. Вот у нас тут есть Юля, благодаря которой была переработана палитра. И все изменения здесь указаны. Я, если честно, не проверила. Я забыла вчера проверить колорчарт. Могу прямо сейчас зайти при вас на сайт Royal Talents и посмотреть, старый он или уже новый. Royal Talents. Так. Колорчарты. Рембрандт Ваттерколор. Нет колорчарт на сайте. Еще пока старый. Но я думаю, что скоро они, ну, заменят. Да, вот вижу, вы написали, что старый. Я это только что проверила. Действительно, старый колорчарт еще. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Надеюсь, вам было интересно. Полезно. Надеюсь, наш сравнительный анализ изменений в новых цветах вам помог и поможет дальше не запутаться в том, что же поменялось, что осталось прежним. Так что, если есть какие-то вопросы, задавайте. Запись первой части доступна на 24 часа. Я постараюсь ее скачать. Какой можете посоветовать? Прозрачный, теплый, красный. Мне кажется, это не совсем по теме эфира вопрос. Очень интересно, спасибо. Спасибо, пожалуйста. В интернет-магазинах как-то будут различать новый и старый Рембрандт? Вы знаете, я не думаю. Во всяком случае, ну, надо понимать, что такие вещи происходят не только у Рембранда. И вот по опыту предыдущих брендов нет. Просто в магазинах заканчивается старая партия, и потом начинается новая. Единственное, что можно делать, это звонить в магазин, уточнять, просить, посмотреть состав там прямо на тубе и сказать там, положите мне это или нет, не кладите мне это. Ну, то есть как-то так. Потому что, вот, как я помню, очень часто ведь Дэнил Смит, например, переставляет свои цвета, причем они вообще это нигде не афишируют. То есть вы просто можете купить тубу и обнаружить там что-то другое. Вот, там у Шминки была переработана палитра. Там, ну, меняются там, допустим, не знаю, дизайн упаковки, менялся там у Эколайна. Они сделали бутылочки с пипетками, и как бы в интернет-магазине нет такого, там, купить старый Эколайн или купить новый Эколайн. Поэтому это нужно всегда звонить, уточнять. И вот какое-то время, к сожалению, пока новая палитра будет входить вот только в магазины, в обиходы, какое-то время, ну, можно получить кота в мешке, вы не будете знать точно, что лежит на полке. Но потом, естественно, все будут новые. Так, ну что, если вопросов нет, давайте расходиться. Эту маленькую часть я тоже сохраню. Всем спасибо за участие, за внимание. Вот, постараюсь скачать первую часть, выложить ее на YouTube, и будет впоследствии какая-то небольшая статья с кратким резюме сегодняшнего эфира. Так что ждите, ждите. Всем хорошего дня. Вот, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok